сегодня у нас воскресенье и помимо этого еще очень красивая солнечная ветреная погода а это значит что я и ричард едем гулять какое-нибудь красивое место а ричард сегодня вот в таком зимнем аутфите такой у него зимний лук дело в том что несмотря на то что сегодня очень солнечная погода сегодня достаточно прохладно и очень холодный сильный ветер холодный сильный ветер на территории дели обозначает только то что в гималаях уже выпал снег вот этот снег отражается на понижении температуры в деле и вот появляется всегда холодный сильный ветер кстати я сказала температура достаточно прохладная прохладная по меркам деле сейчас где-то плюс 15 наверное но из-за вот этого холодного ветра ощущается наверное немножко холоднее сегодня с ричардом мы приехали в район садов лоди где мы обычно любим гулять по воскресеньям но обычно мы с ним ходим вокруг садов лоди где абсолютно отсутствуют люди очень мало машин и красивые прогулочные дороги но сегодня я думаю не поменять ли нам наш привычный маршрут и зайти и погулять в садах лоди и заодно показать вам это красивое место единственное чего я боюсь это то что сегодня воскресенье и еще такая замечательная солнечная погода и мне кажется что в садах лоди будет огромное количество людей а с ричардом обычно очень сложно гулять когда много народа и поэтому не знаю получится ли у нас там спокойно погулять но мы попробуем вообще в деле наверное можно выделить два значимых центральных можно так сказать и красивых парка первый парк это дир парк или парк оленей у меня на канале уже есть видео из этого парка и второй она на по значимости это вот лоди гарденс сады лоди оба парка конечно очень красивые каждый красив по-своему но если например сравнивать эти два парка то хотя и там и там есть и исторические монументы и очень много зелени очень много пешеходных дорожек но дир парк или парк оленей он скорее всего такой более дикий и похож на какой-то густой лес или на какие-то джунгли а вот сады лоди где мы сейчас находимся здесь более все так организовано очень много цветочных клуб клуб потом есть различные так сказать ботанические зоны где посажены различные деревья свойственное для различных климатических зон индии также есть небольшой парк бансай есть сад роз и что еще это же есть небольшое озеро с утками и конечно же не больше нравится лоди гарденс и еще здесь можно вечером темноте тоже гулять потому что здесь достаточно большое количество фонарей и все части парка освещены светом а вот в парке оленей в дир парке там он такой более темный и только некоторые тропинки подсвечиваются ночью фонарями и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Посмотрите, какой необычный ствол у дерева Он такой какой-то двухмерный, плоский и само дерево красиво ричард они интересуют деревья и мы идем дальше а здесь высажены вот такие интересные пальмы такими красивыми листьями а здесь мы сейчас увидели вот посмотрите это наверное кусты агавы и вот они пустили такие стебли наверное будет свести или это уже так цветет хотя наверное она уже отцвела то вот остались только такие тычинки парке сделаны вот такие тоже велосипедные дорожки и они выглядят вот так как ров а сейчас мы пришли в зону где высажены вот такие деревья очень напоминающие сосны такие деревья встречаются обычно на севере индии в гималаях здесь мы сейчас увидели вот вывеска написано сад бабочек но на заборе висит замок а сейчас мы пришли в самую центральную часть парка где находятся две главные исторические достопримечательности это мечеть с этой стороны и вот здесь мавзолей и посмотрите какое здесь огромное количество людей но несмотря на это и здесь опять же кто-то поймал дзен и спокойно себе отдыхает когда-то эти гробницы мавзолеи и другие сооружения стояли на пустыре в небольшой деревне на окраине тогдашнего дель и лишь 1936 году вокруг этих памятников по приказу жены правящего тогда британского вице-короля был разбит ландшафтный сад с местными и экзотическими деревьями именно тогда мсад приобрел вид ландшафтного парка каким мы его видим сейчас на территории парка находится несколько значимых архитектурных построек 15-16 веков принадлежащих правящим могольским династиям саидов и лоди отсюда и название парка лоди гарденс сейчас сад занимает площадь 36 тысяч квадратных метров сад лоди гарденс его извилистыми пешеходными беговыми дорожками окаймленными вековыми деревьями разноцветными кустарниками и цветущими растениями представляет собой объединение исторического прошлого и настоящего дели саидов а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Специальные скамейки Но почему-то большая часть людей сконцентрирована именно между мавзолеем и гробницей И настолько сконцентрирована, что мне кажется, даже между этими людьми невозможно пройти нормально И я даже не знаю, какое они удовольствие получают Потому что в парк мы приходим для того, чтобы расслабиться, отдохнуть, послушать звуки природы Так, а сейчас мы пришли в зону, где находится сад роз Вот здесь такие клумбы сделаны, разбиты То есть в центре есть кольцо И от кольца клумбы отходят в виде лучиков, как солнце И здесь посажено большое количество различных сортов и видов роз Но, к сожалению, сейчас зима и все розы обстрижены У нас вот местные собачки из сада роз не пустили Ричи, нет, это не собачка Ричи, нет, это не собачка Сейчас мы пришли к водоему, где обычно очень много гусей, уток Но сейчас все утки и гуси уже находятся в загоне, в специальном загоне Ричи, нет, это не собачка Сейчас все эти утки плывут вот туда Там есть такая каменная колосочка И они все на нее сядут Ричард, Ричард, что это? Что это? Ричард, все кричат Вот, они все плывут к этой каменной колосочке И сейчас все будут там в рядок сидеть Я не знаю, что это у них обозначает И почему это происходит, но вот так вот всегда Я не знаю, что это, я не знаю, что это Все, мы уже с Ричардом вышли из парка И сейчас мы идем по нашей любимой улице Где мы обычно гуляем в воскресенье Чтобы завершить нашу прогулку в тихой, спокойной, умиротворенной атмосфере К сожалению, у меня не получилось погулять по всем интересным местам парка Так как гулять с Ричардом и одновременно снимать достаточно тяжело Но я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулка И понравился этот парк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok